Скажи всем с добрым утречком, всем с добрым утречком, скажи, да, ой те батюшки, сегодня у нас с ножками все хорошо, я же говорю вчера нанюхался, ах эти девчонки, ё-моё, девочки не пишите, нам нельзя кастрироваться, нам нельзя наркоз, поэтому не пишите. Честное слово, вот уже бы с радостью, наверное, это сделала, чтобы он не мучился и никто не мучились, но нам нельзя, так что вот, будем сходить с коками, как положено, от природы. Девочки, ну это вот как, вот как это называется, вы посмотрите, что делается, смотрите, и он не перестает, девочки, ну, сегодня какое уже 18 февраля, но уже скоро 1 марта, уже скоро весна, а он не уходит. Как быть? Вообще не понимаю. Это пипец какой-то, девчата. У соседа вон машина, опять стоит сугроб. При сугроб, мне так нравится, как он вычищает зимой вот здесь, прям всё так это, она у него стоит в безопасности, в такой. Всё. Ой, девочки. Скоро тепло, скоро я окна дома все перемою, наконец-то. Сделаю генеральную уборку, пока тепла не будет, ничего делать не буду дома. А вот как будет тепло, как уберусь дома, как будет у меня чисто стерильно, как в лаборатории. Вот. Девочки, ну снег реально надоел. На улице очень тепло, прям, наверное, близко к нулю, потому что гуляли с Мартюшей, прям вот долго гуляли, даже ходили с ним, не отпускала его бегать, потому что опять чего-нибудь нанюхается. Как я хоть контролирую его? Я опять с красивыми опухшими глазами. Девочки, я грею себе завтрак. Тысячелетнюю запеканку. Подальше, что ли, сделать, чтобы вы не пугались. Здесь все равно не айс. Ну и ладно. Девочки, все хожу и думаю, куда мне поставить ламинар? Или все-таки унести его в Орха квартир? Вон та штука будет еще 50 лет висеть. Знаете, почему она там висит? Потому что она с чем-то постиралась, и на ней белые катышки. Ой, а у меня же есть Мартюшина это, снимать волосы с одежды. Наверное, она и катышки заберет. Надо попробовать, а то она там висит. Ее уже пять раз надо заново постирать. Вот. Сегодня варю среду, девочки. Вам не видно. Нет, девочки, дома оставлю ламинар. Вот знаете, вот если бы, если бы ларь холодильный вот там не стоял, вот прям хорошо бы сюда встал мой ламинар. Купить надо только какой-то стол. Такой, я не знаю, есть складные столы. Ну, чтобы им потом можно было тоже где-то пользоваться. Но мне некуда деть морозильный ларь. Вот в тот угол его поставить ларь. Ну, вот сюда. Здесь места мало ему. Наверное. Не наверное, а мало. А больше некуда. На балкон он не пройдет. Девочки, я вчера кухни смотрела. Девочки, все кухни от 200 тысяч. Ну, которые на заказ делать. А что, меньше цен-то не бывает? Только за 200 тысяч кухню можно купить. Ну, мне, да, мне здесь большая кухня нужна, девочки. Читайте, от этого, вот этого тоже хочу, чтобы было все задействовано. Вот этот весь угол. Вот это все. Вот это вот дело. Окно я хочу снести. Вообще, ну, как в ворох-квартире, короче, сделать. Девочки, такие цены на кухню. Я в шоке. Я просто в шоке. Проверяем, погрелось, нет? Погрелось. Можно завтракать. Блин, ремонт будешь делать полдня и полжизни. И жизней-то не хватит, чтобы ремонт дома сделать. Е-мое, такие цены, девочки. Я, конечно, предполагала, что кухни дорогие, но не думала, что настолько. Ой! Сволочь. Горячая. Тысяч за восемь из нереально кухню сделать, да, походу? Ммм. А мне подарок прислали на Валберрис. Написали к восьмому марту маленький подарок. Дочь отправила код. Покажу позже, от кого. Нападет с работы. Заберет. Спит мой ребенок. Мы с ним так долго гуляли сегодня утром. Прям долго ходили. Туды-сюды-сюды. Сюда и туда. Всем приятного аппетита. Кушайте на здоровье Никого не слушайте Смюш погуляла, пошла в квартиру, сбегала Включила ему влажнитель Вентилятор включила на 2 часа, чтобы работала Увлажнитель автоматически То есть вода закончится, он отключится Пускай углажняет Ну вот, сегодня нос чешется Говорю, что помыться надо К 8 марта подарок Это хорошо 8 марта для меня это не праздник Какой-то там Я вообще вам говорил, я не люблю праздники Тем более сейчас Я раньше-то их не очень любила А сейчас подавно Знаете почему? Сейчас вы скажете, что я неблагодарная Потому что вас много А я одна Соцсетей у меня много А я одна У меня неловко перед вами всеми Потому что вы поздравляете от души От чистого сердца Везде и всюду меня, да? А я не в состоянии всем ответить Даже просто смайлик написать всем Я и то не могу Потому что На слово спасибо или вас тоже с праздником Следует еще сообщение Следующее какое-нибудь От этого же человека И это получается бесконечно А у меня нет времени, девочки Мне уже говорили по этому поводу Что я неблагодарная Что меня люди поздравляют Уважают А я недовольна Я не от этого недовольна Я очень рада, что вы меня поздравляете Не забывайте, что вы у меня есть Но в ваших глазах Я все равно оказываюсь плохой Однозначно Потому что кто-нибудь из вас Да, обижается То, что вот вы меня поздравили А я даже там Спасибо не сказала Но я не в состоянии На ютубе вас будет уже 50 тысяч, девочки Кстати, 21 февраля Леночка Леночка Сухоставская С ростовской области Напомнила мне Она всегда помнит Когда канал создан Моя жизнь На ютубе Ну и у меня там написано Я специально написала Когда создала канал В описании к каналу Когда он создан Потому что Ну, я забуду Когда можно найти первое видео И по нему посмотреть Когда первое видео вышло Но я уже не уверена Что это первое видео Вышло В тот же день Когда канал создала Вот в наше время Самое главное Ввязаться, да Вот кто сейчас Каналы создает На ютубе У них столько проблем Ну, создать канал Не проблема А вот Потом подключить Монетизацию Подтвердить Свой канал На подлинность Это проблема Девочки, 50 тысяч На дзене будет нас 6 тысяч Ну, для дзена Вот эти цифры 6 тысяч Там просмотров Всего 500 под видео Это идеально На дзене Там чуть-чуть Другой алгоритм Ну, а когда Уж за тысячу Просмотров На каком-нибудь Ужасном видео Это прям вообще Для меня Зашкаливающие Суммы Эти Цифры Суммы Все в суммах Девочки А потому что Все В деньгах В нашей жизни Поэтому Все в суммах Горчи с помидорами Не соленые Не солила А еще Можете Меня поздравить Я перестала Есть В 2 часа Ночи Перебариваю 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 Себя Как могу Снег Прям хлопьями Пошел Огромными В 2 часа Огромными Это фарш, девочки. А это картошка. Их снег хлеб. Сыпет. Не переставает. Всё, я виновата. Потому что я кушаю теперь два раза в день. Почти что завтракаю в 12 часов дня. Девочки, я раньше не могу. Хоть застрелить и не могу. Вот. С плюней погуляла. Вверху квартиры сбегала. С потифилу мы там полила. Заодно. Потому что они очень быстро выпивают воду. Пришла домой и уже чувствую, что вроде бы надо поесть. Сейчас поем. Буду среду готовить. Ну, по крайней мере, к ней подготавливаться. Не буду. Вот так всегда. Потому что я сегодня, сегодня воскресенье, дочка придёт с работы, пойду посылки упакую. Чтобы завтра мальчишкам позвонить с утра, они приехали, забрали. Вот. А посылок у меня накопилось очень много за эту неделю. Девчули мох разбирают, как всегда. Перед летом всегда девчата просыпаются. А потому что весна, начинаются пересадки. Я себе, малышам, оставил ещё прошлогодний мох. Или после-после-после-прослогодний. Короче, давнишний. Он у меня в коробке лежит. Сухой. Ну, я достаю вот в контейнер, сколько мне надо. Мочу и... Ему ничего не будет. Чё ему будет? Ничего. А завтра пойду, считайте, отправлю. Во вторник возьмусь. За среду. Потому что завтра, если я буду отправлять посылки, пока я жду мальчишек, я там опять кого-нибудь попересаживаю. Или пополиваю. Ну, в общем, дела у меня будут. Вот так люблю. Пока жду. Что-то поделаю. Кусочек огурчика оставила плюш. Проснётся, я ему дам. Вот. Чё-то никакой шоколадки нету даже у нас. Чаю. Так что мы с плюшей наматываем шаги. Да что у меня сегодня с речи-то? Вот, оказывается, надо поесть. Видите, вот ем, у меня лицо разглаживается. А мне тут написали, иди сделай подтяжку лица. Идите и делайте. Даже если бы у меня деньги лишние были. Или бы вы мне дали. Я всё равно не пошла делать. Мне это не надо. Меня так всё устраивает. Я очень люблю себя такую, какая я есть. Настоящую. Так что хотите быть натянутой куклой? Идите, делайте. Я не хочу. Я не хочу. Я, по-моему, по этому поводу уже говорила. Ну, это, наверное, забегалые какие-то зрители, да? Потому что мои постоянные зрители-отличники всё уже это знают. И почему у меня отёки? И почему у меня морщины? Морщины делаются из-за этих отёков. У меня первые морщины появились вот много лет назад, когда у меня аллергия первая выскочила на глаза. у меня вот такие глаза были. Прям с большими мешками. Вот, я пошла к глазному. Потому что мне ничего не помогало. Ну, мы же любим. Особенно я. Сначала сама полечиться, а потом, когда уже хреново, пойти к врачу. Я пошла в платную клинику. Хотя этот врач работал ещё и в бесплатной клинике. Он меня отругал за то, что я пришла платно. Сказал, вы могли бы прийти по полюсу бесплатно. И всё то же самое бы я вам сказал. Я говорю, ну, по полюсу там много престарелых бабушек, которым важнее там быть. И в большую очередь я не хочу сидеть. Здесь я пришла без очереди по записи к вам. И всё. И ушла. Вот. Ну, и там ловить новую какую-то заразу тоже не хочу. Но это было много лет назад, девочки. Ну, как, лет шесть, наверное, назад, да? Первые отёки на глаза у меня пошли. И вот он мне сказал, у вас морщины вот эти все? Именно вот из-за этого. Я же потом к нему ходила, когда у меня опухоль сошла с глаз. Он мне выписывал мазь. Но мазь гормональная, и он сказал, ей пользоваться нельзя часто. На тот момент у меня разгладились прям морщинки здесь. Морщины появляются из-за сухости какого-то там, чего-то там. То есть, аллергия была, высохли внутри глаза, объяснила, и появились вот эти вот морщины. Этому месту не хватает влаги. Ну, а то он мне тогда выписал, мне помогло, оно вроде это, разгладилось. А сейчас что? Они постоянно опухают. Мне смысл что-то делать. Мне бросать просто мог. Тогда этого не будет. А я это не брошу. Я буду одевать пакет на голову. Чтобы ничего не летело ни на голову, ни на глаза, если уж так. Но все равно спасаюсь, девочки, нормально. Но утром встаю, каждое утро капаю в глаза. периодически пью таблетки от аллергии на пару с плюшей. Вчера дала ему опять этот, как он, пантенол, или как он, ну, в общем, его же не препарат, этот порошок успокаивающий. И уколчик. Вот. Он же и там и от аллергии, и чтобы мышцы расслабились. Дексаметазон закончился. Доча сегодня купит новое. Мы им спасаемся. Не часто мы им пользуемся, ну вот, когда мышцы у него сводят. А, видать, вместе оно работает гораздо лучше. Этот укол и успокаивающий порошок. Ну, чтобы не хотелось собаке. Потому что вот он утром проснулся, все у него нормально, все с лапами. А вчера на них встать не мог, на задний лап. знать бы, что такая фигня, вообще, да, я раньше даже об этом не задумывалась. Вот, когда он был маленький еще, когда не было у нас этих всех болячек, либо они были скрыты, надо было тогда его и кастрировать. Ну, а сейчас уже большого и больного нельзя. Если бы не сердце, конечно, это можно, наверное, было бы сделать в любое время. Муж говорит, езжай с ним к Олечке. Я говорю, а что Олечка-то сделает? Она тоже ничего не сделала. Я бы с радостью к ней поехала, потому что, оперировать здесь я никому не позволю его в случае чего. Конечно, я повезу его к Оле. Позвоню, договорюсь и все. Да, Москва, да, далеко. Ну, что зато я знаю, что Оля со своей стороны сделает все как положено. Вот. Ну, нам нельзя наркоз. Что она сделает? Ничего. Он после наркоза может не отойти. Зачем? Потом себя винить всю оставшуюся свою жизнь? Не хочу. Будем так доживать. Проживать. Кто-то говорит, после шести лет они более-менее успокаиваются все равно, если ни разу не пробовали. Вот. Кто-то говорит, что они и в один след не успокаиваются. Кстати, у Мартюши 8 марта день рождения. Он родился 8 марта. мой зайчик. Нам будет 6 лет. Или 7. Ёкарный баба. Я опять забыла, сколько ребенку лет. Надо документы о рождении достать, посмотреть. А меня тут кто-то из девочек спросил, почему Мартин? Я говорю, это домашнее имя. На самом деле он Целестин. не Мартин. Не знаю, почему. С самых первых дней он стал Мартюшей и все. И он стал отзываться на это имя сразу. И на плюшечку, и на Мартюшечку. Он сейчас спит. И ему все равно. А так он Целестин. у нас кровь благородных кровей больных родителей. Потому что все его болячки это болячки его родителей. Вообще лабрадоры по-моему они все аллергичные. Кого лабрадора напишите чем кормите чем поите. Ладно, мои хорошие, что-то я с вами засиделась прям. Пришла мамина дочечка. Принесла маме все подарки. Я уже открыла. Потому что я думала, что я вас включила. Оказывается, ни хрена не включила. Ё-моё. Первый подарок, который пришел через ДЭК. Дочь маме шоколадку принесла. И открыла, но не до конца еще. Хорошо вовремя. А то могла все кино снять. Ой, у меня тут прическа какая интересная. Ой. Ой. Дочь можно было шоколадку не покупать. Шоколадка милка с цельным орехом. Цельный лесной орех. Ой. 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 лесной десятая Олег. Олег. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Примите от меня небольшой подарочек. Надеюсь, пригодится в непогоду весной и осенью. Обнимаю тебя и Кристиночку. Целую в носик Мартюшечку-плюшечку. Мартюшечка-плюшечка ходил гулять с мамой. Моральных люлей получил и теперь смирно лежит под мамиными ногами. Но иногда надо их ругать, потому что иногда ничего не понимает. Этот Мартюшечка-плюшечка. Любовное письмо. Убираем. Ой, как красиво прям. Такой большой конверт. Класс. Доча, две шоколадки нам прислала Людочка. С нашей Владимирской области. Людочка. Прямо рядышком с нами живет. Можно в гости съездить. Неподалеку где-то здесь. Забыла где. Сейчас скажу. Откуда пришло? Киржач. Киржач. Я же говорю неподалеку. Прямо рядышком. Что-то тут интересное. О, жилет для собаки. Мартюша. Это тебе. Люша, мы ведь будем? Ё-моё. Мы ведь будем? Как здорово. Давно о таком мечтала Мартюша, чтобы его пузо было чистое после. Грязной погоды, да, дочь? Это тебе, Плюш. Иди мерить. Размер 3XL девочки написано. Будем мерить. Будем, да? Разбирайся. Сейчас я вам покажу, как они меряют. Как оно? Сверху, наверное? Ну да, это наверх, а застёгивается, наверное, внизу. Пусун-то должен быть открытый. Чё, как раз? Как раз? Как раз? Иди, походи. Всё? Мумия встала? Ну так ты затянула так, сделай послабже ему. Ну вы чё спрятались в темноту-то, ё-моё? Не я. Ну-ка иди, иди. Иди сюда. Свет, включи там дочь. Он думает, всё, его одели, он думает, что он гулять идёт. Иди сюда. Стоп. Стоп, оба-два. Сидеть. 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 Давай, 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 давай. Кристина. Что я? Стой здесь. Сядь. Сидеть. Он думает, что ты с ним идёшь гулять. Сидеть. Ты чё не слушаешься? Ему неудобно. Давай сидеть. Сядь. Мартюша, ну, смотри на маму. Сидеть. Давай садись. Да что это такое-то? Давай садись. Первый раз в жизни такое непослушание. Сядь. Так, зайди, Кристина, в комнату. Чёрт. Иди, я чё. Я... Мартюша, иди сюда. Она не идёт с тобой никуда. Иди к маме. Ну-ка, сядь. Да что же это справиться-то не можем. Ну-ка, сядь. Вот. Я посмотр... Сядь сказала. Сидь. Ой, как хорошо-то. Стой. Мама послабже сделает. Погоди. Полежите маленько так. Ну-ка, сядь. Сядь. Всё, ребёнок думает, что он идёт гулять. Мартюш. Ну-ка, сядь. Ну, дай ты мы посмотрим, как раз он тебе или нет. Сядь. Да надо такой вредный. Ты чё, белины объелся? Вредина. Пуссулька там наружу. Всё на месте. Не спрятано. Внутри эксель. Да. Ну, наверное, размерчик был бы побольше, было бы лучше, да, дочь? Да? Да, собаки-то есть ещё больше. Всё, раздевай его, а то всё, он задышал. Ему жарко. Ой, какая штука классная у Мартюши. Чё, говорит, всё, уже даже и гулять не сходим. В новой одежде-то. Ех, и чудо. Чё ты задышал-то? Мы только с тобой сгулянием пришли. Правильно, надо отряхнуться. Коняшка. А, коняшка? Классная, да, дочь штучка? Ну, а по-другому не будет. Мы же лезем. Ну-ка, вот эти покажи, рукава-то. И рукава, видишь, чуть-чуть, где у него рукава? Нет их. А, здесь нету прям рукавов. Классно. Здесь нет рукавов. Тоже у него лапы-то там большие. Всё, ты никуда не идёшь. Мы только с тобой пришли с гуляния. Ты чё? Чудо. Мне не надо, положи. Куда-то. Людочка, спасибо большое. Мартюша оценил. Уже собрался гулять. Жилет. 02. Оранжевый. 3XL. Что ты, толстожопик, задышал? Спасибо, моя хорошая. Людочка не знала моих данных, но знала адрес. Ну, потому что у нас один СДЭК в городе, его вообще сложно не найти. Вот. И она отправила, оформила полностью на себя, на свой номер телефона, на своё имя, отчество. И... Короче, она и отправитель, и получатель. Да, она и отправитель, она и получатель. Мне прислала трек-номер, потом прислала пароль, или как он, пароль, код. Код. И вот таким образом я смогла получить эту посылку. Вот. Ну, я так первый раз получаю, даже не знала, я прям думала, что не выдадут посылку. Хотя там есть у меня знакомые работники в СДЭКе. Да, дочь? Маму там все знают, да? Да. Вот. Дочь сменилась. Ой, артисты. Люд, спасибо большое, моя хорошая. Но это ещё не всё. Ещё посылка. Через Валберис пришла. Всё, дочь мне принесла. Мама лентяйка. Еле-еле. Бедненькая мамина, еле-еле принесла. Ой, косичку заплела, как красиво, как я люблю, когда ты косички заплетаешь. Вообще, вот так же, как я её сделала, вот сюда. Прям очень люблю. Не люблю, когда с распущенными волосами ходят. Не знаю, почему. Люблю, когда коса висит. Смотрите, девочки, я устала. Забирала дочь, а это от Виктории из Ксении. С Крыма, в общем, оттуда. Через Валберис. Они мне сделали вот такой подарок 8 марта. Дочь говорит, я забирала, девочка на Валберис попросила вскрыть и проверить. Потому что, говорит, уже такие приходили и были разбитые. Но нам повезло. У нас не разбито. Я очень люблю вот такие штуки, девочки. Очень. Вот с такой зажимкой. Если вы заметили, у меня сахарница тоже вот с такой же штукой. Мне они так нравятся вообще. Но, девочки, не ругайте. Эту пока уберу обратно в коробочку. И пока уберу. Ну, во-первых, мне поставить это некуда. Вот. Понимаете? Такая классная штучка. Мне очень нравится. красиво скажите. Викулечка, Ксюшечка, спасибо вам большое. Ксюша, Викина дочка взрослая. У этой дочки есть уже свои дочки. и вот здесь такой наборчик. У меня, кстати, такой наборчик был. И не поверите, не так давно он ушел в помойку. Вот в точность такой же был, только расцветка была другая. там у этих штучек. потерялись вот эти штучки. Ну, и говорю, на моем столе это ставить некуда. Я обиделась и выкинула в помойку. Вот. Теперь у меня есть такая вторая. Я уж не буду ничего выкидывать, потому что оно ко мне возвращается. И вот только сейчас, прикиньте, посмотрела вот на эту штуку и поняла, что в йодах, в зеленке, еще в какой-то штучке, в точность такие же штучки. и могли подойти. Если попробовать. Ну, поздно, я выкинула. Я говорю, стоит, не пользуюсь, только место занимает. Будешь, говорит, пользоваться. Просто то устарело. Надо гораздо новее. Ну, очень красиво, скажите. Такая красота. Под соль, перчик, салфеточки. Обязательно когда-нибудь вы это увидите на моем столе. Мне нравятся вот эти деревянные штучки. Очень. Викуля написала это тебе к 8 марта. Блин, 23 февраля вперед. Может, это на 23 февраля? В любом случае, спасибо, мои хорошие. Ох, за что вы меня так любите? А мне так приятно. Блин. Один подарок тут, второй подарок тут. Ну, Мартюшину одежду уж не буду брать. Спасибо вам большое, девочки. Надо же, Людочка додумалась даже без моих данных отправить посылку. Я бы не додумалась через ДЭК, правда. Хотя, кто получал от меня посылки через ДЭК, там полностью фамилия, имя, отчество мое есть, и мой номер телефона. Но только дозвониться на него нельзя будет, потому что у меня стоит блокиратор. Но в случае отправить посылку через ДЭК можно. никто никто никогда не догадывался, наверное, посмотреть на этикетку, либо спросить у менеджера СДЭК. вам бы сказали. Но там ДЭКе мои данные есть. Девчонки, я вас обожаю. у меня у меня у меня прям силы появились. нет, я уже полна силы энергии. пошла. Кстати, баночки я все перемыла для питательной среды. Конверт нравится. А я уж прям грешным делом подумала, Люда, мне документы на дом прислала. Над видео так назвать, да? Наследство на дом. Просмотров будет, наверное. Что-что? Ну, выглядит, как будто документы лежат, скажите. А там всего лишь любовное письмо, написанное от души. И по-настоящему. прям прям своей рукой. Я вас обожаю, девочки. Спасибо, Людочка. Спасибо, Викулечка, Ксюшечка. Спасибо вам, девчонки. Всем за то, что вы у меня есть. я даже еще не знала, что в этих посылках. Они друг за дружкой одна девочка, вторая девочка, мне присылают то, что надо забрать в одном месте, в другом месте подарки. я аж сплакнула, говорю, за что меня так любят девочки. А потом сама думаю, я же сама их теряю, если долго не вижу их в комментариях. Привыкаешь, понимаете, вот, хоть и с многими вообще никак не знакомы, никогда не общались, да, но привыкаешь. Какое-то одно целое становится, что ли, твоя жизнь, моя жизнь, наша жизнь. Поэтому я всегда говорю на нашем канале столько-то подписчиков, потому что это наш с вами канал. Не было бы вас, не было бы этих каналов, понимаете? Все, мои хорошие, люблю вас, целую от чистого сердца. Получаю все ваши подарки от вашего чистого сердца к моему чистому сердцу. Зеркальное отражение это лево. Люблю вас.